Девочки, мальчики, я хочу снять для вас расклад, который никогда не посмотрела бы сама. Интрига, да? О чём же там страдает, его душа шепчет, кричит, молчит, вопит и прочее. Что там у нас? Вы не поверите, стенания, крики, короче, душ и затыкаете уши, потому что здесь он явно будет вопить по всем трём вариантам. Ладно, всё шутки шутками, но просто вы же хотели там расклад какой-нибудь драматический, да? Хотели же или не хотели? Ну, не хотели, значит, теперь будете хотеть. О чём болит его душа? О чём болит его душа? Думаю, нужны мне какие-то дополнительные карты для диагностики болезни души. Ну ладно, тут сейчас этот муж дедов и раку что-нибудь подсветит. Вот и сразу, короче, явно какие-то мужские энергетики идут. Тут одиночество у кого-то, ну, значит, ну, кто на что учился, да? Всё, давайте без болталок, в общем, смотреть больную душу. Не будем мы, конечно, её лечить, потому что нас никто не просил, да? Не понимаем, зачем это вообще надо делать. Всё, в инфобоксе время начала вашего видео. Единички. Чё там аж с больной душой? Хочу болеть всего душа. Кто перед нами? Кто перед нами? Пусть сам себе расскажет. Говорит, я красавчик. Я, значит, красавчик, я весь такой огненный, я весь такой, значит, с отполированным жезлом. Туз жезлов, да? Может, правда, у него посох, он там, значит, указывает всем светлое будущее. Может, правда, начальник какой? Туз жезлов. Человек, который достаточно лёгкий на подъём, человека, которого достаточно быстро сагитировать на что-нибудь, на слабое. Да, то есть вот эти вот новые энергии. Действительно, если он чего-то добился, он, вполне возможно, мог это сделать на силе воли. Так что из-под туз жезлов она есть. Короче, смотри, пацан выплывает из колодца, а пацан, значит, из какого-то канализационного люка вот так вот руку уже, значит, заносит над асфальтом, и скоро, значит, он у нас уже выберется, да? Потому что это та лягушечка, которая взбивает сметану, и скоро она, значит, выпрыгнет. Может быть, у него просто сейчас такой период, да? Он сейчас должен сосредоточиться, там, допустим, на учёбе, на работе. Но что-то ему приходится сейчас начинать с нуля. Вполне возможно, где-то у него на стороне ещё и дети. Ну как на стороне, знаете, с бывшей женой, например, там остались, или ещё что-то, потому что, ну, либо ему важны моменты отцовства, либо он, собственно, уже у ТЭЦ. Вот. Что у нас ещё интересного по человеку? Вот смотрите, сейчас он действительно нацелен на то, чтобы развивать свою жизнь, в которой, как вы видите, вообще вот нет посторонних лиц. Вот только он один приятный, замечательный. Что у нас ещё про человека, можно сказать? Что у него в личной жизни, да, происходит? А то, что он какой-то единоличник. Вполне возможно, человек, правда, мог какую-то протекцию, знаете, получить. И вот так вот, вполне возможно, скоро волшебник в голубом вертолёте такие над ним раскидает свои эскимо, потому что вот у человека как светлая полоса начинается. Маленькими шажольками, конечно, там не так много энергии, там в карте двора, да, Пентаклина. Я не стала раскладывать картину более объёмно, но потому что, в принципе, это психологический портрет, то есть нам не нужно там сильно что-то прояснять. Так. Можете, знаете, вечный студент по жизни, ему это нравится очень, да. То есть мальчики, девочки, вечные студенты, им это прям нравится. Нравится учиться, или нравится, может, какая-то научная деятельность, или поспорить относительно каких-то гуманитарных наук, вот что у человека есть. Чего там в личной жизни? Да, есть у него отношения с кем-то точно, да, по четвёрке жезлов. Шестёрка мечей. Вполне возможно, знаете, как что он их завершил или пытается завершить, да, шестёрка жезлов, простите, четвёрка жезлов, да, как бы шестёрка мечей. Ну окей, ладно. Тут вот такая ситуация, что он мог, значит, свои эти отношения либо на новый уровень сейчас выводить, по шестёрке мечей при этом достаточно болезнен, либо их завершать. Ну, по крайней мере, в недавнее время у человека были эти отношения. Ну, вполне возможно, какая-то ситуация на расстоянии. Сейчас как бы колесо фортуны раскручивается таким образом, что, ну, кого-то, короче, отбросило прям, ну, мужчина или женщина, да, из этих отношений, посмотрите, прям как перебрасывает куда-то. Кстати, люди могли вынуждены расстаться по причине нестабильной политической ситуации в мире. Да, экономическая, политическая, всяко-разная. Как он сам считает, что у него в личной жизни лестница. Ну, он как будто, смотрите, запрещает себе двигаться в новое, да, или какие-то незакрытые гештайты. Или у него не получается, у него личная жизнь не стучается. То есть там что-то непонятная ситуация. Была она, да, у него? Может, развод какой-то, ещё что-то, да, потому что вот эти люди завершили определённый цикл. Ну, ладно, давайте, что там по отношению к вам, человека? Что по отношению к вам у человека? Ну, знаете, своего рода, наверное, экзамен определённый, поэтому явно будет меняться отношение к вам. Но я не могу сказать, в какую сторону положительную, отрицательную. Всё же нужно сделать что-то по-новому, да, всё же нужно эту ситуацию с вами пересмотреть. Да, либо отношения с вами выводить на новый уровень, либо, соответственно, он там должен принять решение, где же конкретно он император. Император в ваших отношениях или там в вашей коммуникации, смотрите, что вы там смотрите, да, или всё-таки где-то в другом месте. А он ещё не определился с этим. Он не определился, потому что, если это касается отношений, вполне возможно, он боится текущий статус потерять, да, или всё-таки даже свободы, если я не говорю, что вот у человека что-то не складывается. Это прям ситуация. В чём по отношению к вам семёрка мечей? В чём обманывает вас? Да в своих, наверное, возможностях, текущих и ресурсах. То есть на самом деле он может говорить вам, потерпи, вот, а ждали лучших времён. А на самом деле, как бы, если бы он хотел, он бы сделал вот такая ситуация. А он что-то не хочет. Он что-то не хочет. Сомневается, да, в чём-то. Вот знаете, что? Почему-то считает, что вот какая-то прям, может быть, энергия, может, энергия любви как бы-то уходит, вот. Может, относительно отношений, может, ещё что-то. Или не уверен в ваших чувствах. Ладно, давайте смотреть, от чём болит его душа. Но я уже так понимаю, что вам интересно же, относительно вас она болит или нет. Пока просто, да, такая. Пока боль относительно всего. Что там ему очень важно, что не получается, от чего болит душа. Потом посмотрим, относительно вас, чем болит или уже не болит. Ещё душа болит. Ну что, он считает, что по справедливости всё бы надо закончить, да? Или по справедливости за какие-то свои поступки он должен быть наказан. Что-то вот такое вот у нас всё мощное. Ну, вот этот десятка мечей, скорее всего, это была, знаете, как ситуация, когда ты в сердцах что-то пожелал и не думал, что это сбудется. Смотрите, как интересно. Но у него реально болит душа, да? Потому что он, где-то поступил несправедливо, где-то он был плохим, да? Где-то вот он, может быть, говорит о том, что... Я посмотрю, что тут по справедливости происходит с ним. Ну, знаю, ситуация такая, знаете, если всё-таки это касается вас, это про то, что не ценил тепла, не ценил любви, не мог, может быть, ответить на ожидания или ответить тем же, да? Здесь, на самом деле, женщина же ушла. Ну, вот, я не знаю, он ушёл или женщина ушла, но, собственно, связь-то перекрыта между вами. Однозначно. Здесь перекрытая связь. А он, собственно, хотел чего-то лучшего и большего для себя. Ну, вот как-то... Тут что, Сатурн его тут нахлобучил или что? Вы понимаете, что какую-то часть своей жизни он сейчас абсолютно не вывозит? Абсолютно не вывозит. У него действительно ощущение, что он потерянный, что он один, что ему, может быть, не с кем поговорить, да? Это не то, что там ощущение тотального одиночества, но это плохо скрываемая депрессия. Плохо скрываемая депрессия. Это, знаете, как человек, например, там бродит по большому городу и понимает, что никому до него нет дела. А я так понимаю, что вполне возможно, вам бы до него было дело. И он сейчас сожалеет, потому что это потеряно. Возможно, он бы хотел даже за что-то попросить у вас прощения. Хотел бы? он бы даже как-то не понимал, насколько вы украшаете его жизнь, насколько вы даёте ему энергию. Смотрите, карта императрицы, да, карта мага, а он при этом такой достаточно хладнокровный, достаточно холодный. Человек, который, возможно, заведомо не выражал свои эмоции. человек, который перебирал, я про таких людей говорю, перебирал харчами, да, да, скайфл, невозможно, он такое, типа, а не надо женщину здесь баловать, да, какими-то, может быть, чувствами, эмоциями, не надо, она разбалуется. Вот, и он вполне возможно, так мог поступать по отношению к вам, да, он же не баловал, уж постоянно угрожал уходом, да, что ему там что-то не устраивает, да, типа, да, кому-то нужна, ну, что-то такое, знаете, некрасиво, абьюзивное, а сейчас, собственно, человек, видимо, остался. О, дым. А оказалось вообще, что это все его проекции, серии, что кому-то нужна, кроме меня, оказалось, что он никому не нужен. Душа-то плачет, конечно, душа-то плачет. И, может быть, кто-то ему там даже пытается дать эти эмоции, а он не понимает, как это принимать. Он такой поломанный, он поломанный. Ну, давайте, о чем еще душа плачет относительно вас сейчас, в состоянии потери. Вот про что здесь может быть? Потерянные шансы, да? То есть, возможно, эти отношения можно было вывести на новый уровень. Ну, вот, видите, а он не понял. Не понял, он не разобрался вовремя свои чувства, да? Оказалось, что от этих чувств очень легко можно отказаться вообще и, собственно, быстро из этого всего выйти. Оказалось же, не так. разумом и головой он мог выстраивать какие-то планы, да, где себя опять же ставил на первое место свой комфорт. тройка жезла, собственно, она какая-то не кубка совсем. но он как будто не знал и не понимал, что он вам может дать в отношениях. Что он вам вообще давал в отношениях? Ну, слушайте, не знаю, может, ему кажется, что он действительно заставлял вас плакать от счастья, потому что был хорошим любовником? А сейчас, вероятно, мало кто тут плачет от счастья, мало кто искренне по отношению к нему, и все. Это как вот, знаете, как похороненные надежды на счастливый финал. Ну, еще он такая позиция. Он вроде как что-то добился там, знаете, в жизни, но пустой человек. пусто. Потому что были не те приоритеты. Вот об этом да. Пошел против души и потерял. Потерял что-то важное и ценное для себя вас. Вот такая позиция была по третьему варианту. Что, жду обратную связь, потому что я понимаю, что расклад получился драматичный, мелодраматичный. Ну, знаете, как человек этот не сильно давал вам ощущение роста, поэтому, может быть, не нужно так сильно жалеть о его потере. Вот такая позиция была. Двоечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Сначала кто перед нами? Поехали. Ух ты, что-то посмотрите По десятке мечей Что-то подошло К финалу Какой-то отрицательно накопленный потенциал Ощущение, что может быть Это какие-то бесконечные мысли В его голове, что все-таки масть мечей Все навалилось, все его как-то прям добивает Добивает Вот он в каких-то, видимо, своих Прогрузок Грузится, короче, очень сильно Смотрите, да Десятка мечей, башня, все навалилось Вот ощущение, что человека просто завалило Завалило, там ему пришлось выбираться Десятка мечей, башни Может быть человек сейчас находится в Не знаю В зонах эскалации, может быть Да И есть Время рефлексии, да Когда ты находишься условно Перед лицом Какого-то финала Все уже, да Тогда, когда происходит Определенная работа над ошибками В зависимости от того выбора Который ты когда-то сделал Десятка мечей, башня Ну, слушайте, я сейчас, конечно Вижу, что это финал Ну, какие-то отношения И, соответственно, это, знаете, как результат Неправильного выбора Да Или, возможно, результат многих неправильных выборов Может быть, человек сам себя не выбирает Ну, вот такое, да Или он вас не выбирает И, может быть, здесь нужно было приложить небольшие усилия, соответственно А он просто не стал это делать Пятёрка жезлов, понимаете, да Нет откровенно выраженного конфликта Там прям вот какое-то соревнование По большей части Это имитация бурной деятельности Имитация бурной деятельности Знаете, как вот Если что касается отношений Да, мужчина просто имитирует Что ему эти отношения важны Что он вкладывается Что-то он будет делать И при этом как-то он совсем не вовлечён Собственно, сейчас посмотрю Относительно чего Десятка мечей Финальная точка Ну, всё Это тоже, знаете, остался один Этот, видимо Могли бы обняться с вариантом номер один Но, скорее всего, разделены Какой-то жёсткой стеной Что железной кружкой переступилась Ну, кстати, у человека Здесь, правда, могут быть Либо проблемы с законом Проблемы с плохими компаниями Да, какие-то адреналиновые хобби и прочее Что у человека действительно Включается деструктивная программа Серия, что я, значит, никому не нужен И он, в принципе, может начинать Знаете, как притягивать неприятности И притягивать всякие ситуации Которые связаны с деструктивом Да, с повреждением тела Там, допустим, ДЦП ДЦП, я сказала, простите ДТП там попадает, да Вот какая-то такая история Или, допустим, записаться Добровольцем, да, пойти там Сами знаем куда Как будто человеку неинтересно жить Как будто человеку неинтересно жить И вот он сейчас ищет Чё ищет-то вообще? А он мятежный, да Ищет бури Как будто в бурях есть покой И просит бури Под ним струя светлее лазури Да над ним луч солнца золотой И он мятежный Ищет бури Как будто в бурях есть покой Здесь, на самом деле, человек сам себя обманывает Душа у него, правда, неспокойная И у этого мечется И мечется, плачет, рыдает И пытается заглушить боль души Может быть, даже, правда, через какие-то повреждения Там, да, или Чтобы эта боль внутренняя Она нашла выход Как я тут тоже вот С девочкой общалась С одной Давно на консультации И она говорит Я стала отслеживать, что У меня возникает желание физических повреждений Но я у нее спросила Говорю, а вот Что ты от этого получаешь Когда тебе хочется там что-то все повредить Порезать там, может быть Она говорит А я, говорит, понимаю, что Внутренняя эмоциональная боль Она настолько съедает меня Что физическая боль Хотя бы немного заглушает Эмоциональную Боли и страхи Девочка живет просто в состоянии Внутренней боли и страхах Вот ему уже больно и страшно А у вас, наверное, сердце, да? Кровью обливается Когда вы это все слушаете Потому что Ну, сейчас мы посмотрим Что у человека вообще В личной жизни происходит сейчас Потому что здесь Прямо тотальное одиночество Себе не чувствует И не ощущает никак Так, рыцарь пентаклей Двойка мечей Он один Он один У него нет отношений Соответственно Просто вот он живет один Вот это холостяк, девочка По второму варианту Тут точно могу сказать Может быть, правда, человек Даже Может, подбухивает, знаете ли Здесь, кстати, человек мог Резко удариться В различные философские течения Религиозные течения Может быть, человек Ушел в состояние Различных медитаций Чтобы просто заглушить Вот эти все внутренние процессы Которые не дают ему жить Потому что его разрывают Вот эти все внутренние демоны Ему прям нужна Внутренняя тишина А он не может Посмотреть на себя Потому что для него Это страшно Рыцарь пентаклей Двойка мечей Звезда Либо человек действительно Уходит в принципе духовности Когда ему неинтересна Материальная реализация Потому что незачем Либо просто он Довольствуется Короче, смотрите У него есть какая-то миссия Вот Может, он много Смотра телевизора, знаете Может быть Это относительно Каких-то политических убеждений Просто вы его не переубедите И вот эта миссия Знаете, такое ощущение Что она как будто Дороже его личной И собственной жизни Если это не касается Там Вот этих всех конфликтов Да, про которые Я очень аккуратно говорю Потому что я в первую очередь Рассматриваю психологический портрет Да, а не какую-то там Политическую направленность Ой, ваши, наши Да, чужие Зеленые, коричневые И прочее Я рассматриваю психологический портрет Почему человек это делает Что значит его Заставляет быть таким Почему у него Душа страдает В чем выбирает Такой путь Если это не связано Да, с Непосредственно То, о чем мы говорили Это, кстати Может быть Еще восточное единоборство Может быть Это, знаете Какой-то более лайтовый вариант Того Что я хочу Сражаться Или хочу Чего-то Адреналинового Для себя Да, есть какая-то миссия Я надеюсь Кажется, что Человек в какую-то секту Не попал Потому что Тоже такое может быть Сейчас я немножко Еще Рыцаря Пентакли Раскрою Ну, знаете Если как бы Проблема Человека С законом И сидеть ему долго А то он читает Библию Я правда могу Читать про человека Который находится Либо в заключении Либо В вынужденных ограничениях Которые связаны Именно, знаете Как с предыдущими Поступками его жизни Предыдущие Предыдущие выборы Которые привели Его к этой точке При этом Здесь какое-то Очень жесткое Очень мощное Ощущение Тупика Да Богооставленности Как будто Бог меня не слышит Вот это, конечно Здесь у нас Крик души У человека Ладно Давайте Что по отношению К вам Тоже, наверное Знаете Какое-то внутреннее Лицемерие Вспоминать о Боге Когда тебе хреново И забывать о Боге Когда тебе хорошо Вспоминать о Боге Вспоминать о Боге Что по отношению К вам Ну, наверное Думаю, что вы Не простите Или нет смысла Стучаться в эту дверь Да Четверка мечей Может быть Вы в блоке Или он там В блоке Или у него Нет возможности Связаться с вами Физически По отношению К вам Это болезненная Очень история Вы так и не стали Его трофеем Понимаете Тут не то, что В этом прям Душа болит То, что вот Действительно Хотелось В какой-то момент Чтобы вы стали Его трофеем А вы что Не стали Вы знаете Здесь вот Такое ощущение Что карма Прямо Темечка Долбанула За Все Те условные Грехи Потому что Перед нами Грешник Вот Я, конечно Не буду Разбрасываться Такими словами Да Но у него Очень загаженная Карма Очень Загаженная Карма И человек Знаете Как Он действительно Мог вызывать Жалость К себе Чтобы потом Манипулировать Какое есть Очень Незрелый Очень Незрелый Персонаж Абсолютно Незрелый Персонаж Хочу По-быстрому Хочу Легкие Денег Поэтому Не буду Гнушаться Мошенничество Не буду Гнушаться Обманывать Людей В частности Женщин Которые Мне доверяют И меня любят Ну вот У меня ощущение Что теперь Его карма Настигла Потому что Он такой Знаете Пытался По жизни Идти Смеясь Обесценивая Еще стремился Возможно Быстро Разбогатеть Может Царил Деньгами Может Еще Какая Ситуация Какой-то Такой Знаете Дурной Эгоцентричный Вот сейчас Вот смотришь На человека А его Как будто На земле Нет Понимаете Не Он жив Я просто Про то Что Как спрятанный Что ли Понимаете От вас Как в другой Реальности Находится Доступа Почти нет Хорошо Вы к нему Вообще Как относитесь Вот сейчас На данный момент Что Много Боли Причинил Пятерка Мечей Да Я бы Это Значит Тварь Бы Что Очень Много Как будто Вот Обиды Ненависти Плакать Хочется Да Потому что Человек Очень плохо Поступал По отношению К вам Я понимаю Что Сейчас Я не слышу Но Меж тем Я слышу Очень Ругательные Некрасивые Слова В его адресе Знаете Он их заслужил А знаете Еще Как его Вот карман Нахлобучит Вот что-то Он сделает В состоянии Эффекта Прям В состоянии Потери Контроля Может По синьке Даже Потому что Здесь У человека Кармическое Наказание Это клетка И клетка Именно По той причине Чтобы он Больше Никому Боль не Причинил Чтобы Вот эта Вся Боль Ему Вернулась Многократно Что-то Хотел бы вам Сказать Вот его душа Хотела бы вам Что-то Сказать Почему он говорит Что вы у него Под защитой Что он Как будто Жестоко Отомстит Всем тем Кто вас Посмеет Обидеть А он Что по Это По синьке Руку Поднимал Или что Что за Грощи Опять У меня Здесь На бывшего Мужа Смотрим Просто Говорят Что достойна Большего Но я Всегда Буду Тебя Защищать О чем Душа Его Еще Болит Раскаивается Что Изменял Я не Раскаивается Но Измены Были О господи Тут Ходок Боже Как Что У тебя Не Стерлась Еще Такой Любвеобильный Всем Одно И то Ж Тут Рассказывал Про Чувство Про Серьезность Отношений А потом Просто Сваливал А потом Новую Искал Одна Вторая Третья Женщина Как Трофей Что Вам Хочется Сказать Душа Его Плачет Кричит Болит Или Что Смерть Чаш Мне Не жалко Просто Это тоже Типа Семью Разрушил Короче Девочки Дайте Вам Свет Не могу Это На чего Слушать Но Какое Прям Хочется Спросить Вообще Чего Вот Раньше Головой Не думал Почему Кому Кому Можно Вести Себя Абсолютно Вот Так Вот Инфантильно Кто-то Должен От этого Страдать Потом От этой Все Тупости Понятно Что Мы Травмированные Таких Притягиваем Это Логично Все Человек Мог Вести Себя Как Подонок Правда Мог А здесь Я В качестве Адвоката Отказалась Его Защищать Совет Вам Двойка Чаш Шестерка Мечей Идите В новое Если Все Так Мы Смотрим На Вашего Мужчину С кем Возболить Чувства Эмоции Если До Сих Пор Вы Продолжаете Человека Любить То Поймите Что Кроме Состояния Апатию Ныне Ничего Не Дает А вы Уже Давно Королева Жезлов И Королева Пентакли Женщина Обладающая Очень Классными Крутыми Характеристиками А вы Сами Себя Сгоняете Вот Это Состояние Пятерки Пентакли Ждать Надеяться Вот Это Любить Все Забывая Свою Цельность Ручки Я вас Приветствую Давайте Смотреть Происходящее С вами Какой-то Такой Прямо Этот Белотекущий Расклад Получается Кто Там Еще Пред Нами Этого Тоже Карма Оттупила Башки Человек Который Возможно Ушел В новые Отношения Да Просто Что-то Какая-то Яркая Страсть Там Его Накрыла Что Все Хорошо У него В жизни Нет Ну Может Конечно Он Так Говорит Что Правильный Выбор Сделал Да Ну Как будто Заставили Это Сделать Он Говорит Как будто Заставили Сделать Он Не Хотел Прикиньте Не Хотел Как будто Его Реально Заставили Это Сделать Повешенный Пятерка Мечей Сопротивлялся Понимаете Этому Сопротивлялся Ну Ладно О чем Вообще Болит Его Душа Я Говорить Не Хотела Так Получилось А Он Знаете Как Не Хочет Не Чувствовать Не Понимать Ни Душ Ни Сердце По Восьмерке Мечей Смотрите Как Вот Он Выключает Все Органы Чувств Восьмерка Мечей Тройка Пентаклей Как Он Тщательно Контролирует Все Свои Эмоции Возможно Он Живет В семье В отношении Без Любви Понимаете Там Как будто Чувств Нет Там Утем Сейчас Что У него В сердце Сейчас Происходит Пока Безотносительно Вас Да Что В сердце Происходит Знаете Так Его Это Любят Его Это Любят И он Наверное Чувствует Эту Любовь И Не важно Отвечает Взаимностью Или нет Или что Но Его Любят Шестерка Жезлов Король Жезлов Колесница То есть Его Анахату Лечит Так Знаете И Получается Что У него Есть Инерия Двигаться Вперед Потому Что Кто-то Ему Дает Ощущение Того Что Он Красавчик Понимаете Что Он Любит Что Он Любит Что Он Любит Его Любит Понимаете А у Него В сердце Вообще Есть Любовь Что Он Просто Чувствовать Идти Не Хочет В сердце У него Есть Любовь А Литл Знаете Как Говорят Совсем Чуть Совсем Чуть И Здесь Он Пытается Снизить Степень Важности Этого Чувства Для Себя Вот Периодически Знаете По звезде Ему Конечно Хочется Отлететь И головушкой На уровне Анахаты Чувствовать Очень Вот эти Все Высокие Энергии Ну Говорит Да Это Фигня Типа Все Я Старый Солдат И Мне Вот эти Слова Любви Знаете Ли Совсем Не Нужны Чтобы Я Типу Кого Ты Любил А Вот Чтоб Меня Любили Да Тоже Знаете Девчонки Какое-то Видимо Сердце Развел Или Женщине Потому Что Мужик Берет 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 Ну По третьему Варианту Не Дающий Был бы Дающий Я бы Сказала Этот Берущий Берет Субтитры создавал DimaTorzok Так, что по отношению к вам? Ага, страдает, потеря, рыцарь, чаш, слушайте, он вас забухивает, понимаете? Кто-то вас заедает, а этот забухивает, вот видимо он там подбухивает, что-то у него открывается. Может просто скрывает от вас, да, что подбухивает. Это тоже сожалеет про измены. Но он, знаете, как сожалеет. Только когда подбухивает, да? При этом он прекрасно понимает, что по делам, потому что он наказан под узу мечей, четверкой мечей, да, наказан каким-то холодом, игнором, видимо, с вашей стороны. А что у вас в сердце по отношению к нему, мне прям интересно? У вас в сердце что? Паша мечей, десятка пентаклей. Много больно получается делать, да, потому что вы прям с таким теплом, десятка пентаклей. Здесь как бы такой, знаете, паш мечей, как отрицательно накопленный потенциал из серии. Да не могу я уже все больше, да, я не могу ни прощать, ни терпеть, ни все. Мне очень тяжело. Мне тяжело сейчас испытывать какие-то красивые чувства по отношению к этому человеку. Тут, кстати, могло у вас и сексуальное желание по отношению к нему пропасть. О чем, собственно, болит его душа? О чем болит душа сейчас у человека? Ваканчи, Пашезлов. А знаете, наверное, в тот момент, что что-то не получается. Может быть, проблемы с отцовством непосредственно с деторождением, да. Может, что-то новое не получается, не выходит, да. Такое ощущение, что вот ни к чему интереса нет. Не, ну, может, ну, конечно, по женщине он там скакал, а потом в какой-то момент вообще перестал скакать, да, потому что приелась, да, потому что, типа, ну... Нет ощущения какой-то новизны там, да. Да, двери закрыты у мужчины, вот, собственно, потому что он, видимо, в пространство заходил с ноги без ценности, да, двери-то закрыты у него. Он-то, смотрите, что хочет-то, да. Он хочет, действительно, какие-то новые связи, новых интересных предложений по работе, да. Соответственно, какую-то высокую зарплату, статус, должность, я не знаю, может, там возможность путешествовать по миру, там и так далее, да. Вот у него амбиции-то есть, конечно, но это же не получается у него, и поэтому ему что, больно? Да, как вот всё просто, как корова языком связала, всё сейчас прям перекрыто, да, по карте смерти. Потому что это, видимо, было на вашем ресурсе, на вашей энергии. Открыты все эти двери, да. Что сейчас с ним происходит? Что там на уровне души-то с ним происходит? Вот какая-то прям задница на уровне души. Десятка мечей королевы Пентаклий. Потому что где-то вы его ранили прямо в душу, да. Вы скорее зашли в эту душу, если вы это королевы Пентаклий, след там оставили, да. Вот каждый раз душа про вас болит. Про вас болит душа. Он понимал, что ему сложно с вами, сложно вас вот это всё вывозить. Вот это кормил обещаниями, понимаете. Лишь бы, скорее всего, что его тут не бросили. А потом, типа, решил уйти, что, в какую-то самостоятельную историю. Давайте сейчас вообще посмотрю, что сейчас между вами. Я не могу просто понять, на кого вы смотрите. Что между вами сейчас? Король чаш. Императрица. Он, получается, ваш любовник, сожитель, кто? Сосед. Вы его содержите, что ли, или что? Императрица. На вас, смотрите, императрица. Девятка Пентаклий. На него просто король чаш. Что он такой, знаете? Ничего, типа, у него нет, кроме любви. Понятно. С вами-то вообще все дороги открыты были. Ничего сказать-то вам не хочет. Что-то на уровне души-то происходит. Кроме ты сожалеешь, что у тебя все ресурсы закрылись и возможности. Понимаете, здесь человек просто потерял зону комфорта. Он бы хотел эту зону комфорта вернуть. С вами была эта зона комфорта, сейчас-то ее нет. Здесь он, конечно, тоскует где-то даже на уровне души. Хотя даже что-то, я не могу сказать, что это душа. Это менталка, это четкая, спланированная история, да. Это стратегия. Мне плохо, и я бы хотела снова вернуть то, что с тобой было хорошо. Но это же не про любовь, это про зону комфорта. Что в сердце по отношению к вам, мне вот интересно. Опять тройка жезлов, четверка пентаклей. Хоть бы один кубочек. Устерка мечей боюсь потерять, потому что ценный приз. Но потерять хочу, потому что хочу в новое. Вдруг там еще какие-то ценные призы там будут дальше. Потому что помимо вас еще там кого-то обрабатывает, да. С золотим, с металлоискателем. Вдруг золотишко найдет. Какая беспринципная скотина-то по третьему варианту. О чем душа-то его болит? Пятерка пентаклей. Разбитое сердце. Знаете, у него же по отношению к вам зависимость, он все никак не может справиться с этой зависимостью. Там желание подчинения, управления очень сильное, да. Прямо держимость моя женщина. Но он как будто не понимает, чем удерживать. Так что на уровне души-то происходит, а? Ну, вот, скорее всего, он понимает, что все, вы уйдете или он ушел там, да. Ну, какая-то очень важная потеря, но важная стратегическая потеря. А он же не умеет, мне кажется, спускаться вообще на уровень души. Он так и будет, понимаете, вот таким вот. Играть, да. То есть подказывать, может быть, какую-то наивность характера своего. А на самом деле быть очень хитрым стратегом, который пытается усидеть на двух стульях, но в итоге все равно в отшельнике останется. Вот такая была позиция по третьему варианту. Слушайте, даже прям в голову мне давит. Я все пыталась хоть один клубок найти, и ничего не видела. Все, с вами была я, ваша нейроветьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok